Вообще, я уверена, что увидев это произведение Ханса Белмера, вы подумаете, что это наверняка современный художник. И действительно, дата здесь стоит 1972, но это повтор, это копия, сделанная с произведения 30-х годов. Ханс Белмер, немецкий скульптор, фотограф, художник, наиболее известен вот такими изломанными, непропорциональными, можно даже сказать, наверное, уродливыми манекенами-куклами. Он начинает это делать в 30-е годы при помощи мастера-кукольника, начинает делать вот такие произведения, и это его протест вот тому самому совершенному арийскому телу, которое пропагандируют на его родине, которое пропагандируют фашисты. И понятно, что он не остался в Германии, понятно, что он уехал, но его протест тому, что наступало на его страну, то в какой-то момент захватило не только его страну, был выражен ровно вот так. Он, конечно, был представлен на выставке дегенеративного искусства, и он продолжает эту тему и дальше, и дальше, и многие годы, подчеркивая, может быть, потом уже отношение к неправильному телу, то, как мы боимся неправильного тела, то, как мы реагируем на людей с увечьями, то, как мы реагируем на людей с травмами, то, как мы до сих пор не можем себя к этому приучить. Это Эд Цуваки и его вот эти длинношей девушки. Эд Цуваки дизайнер, была у него марка одежды, как и очень смешно называлось, что такое обнаженная куча, что-то в этом роде. И еще он делал такие компьютерные произведения, где главными героинями были девушки с вытянутыми формами, с большими глазами, неземные абсолютно. И в какой-то момент к нему обращается лондонская компания и просит сделать манекены. И вот он делает манекены на основе своих вот этих девушек. В магазинах они настолько высокие, что они почти достают до потолка в каких-то торговых залах. При этом на них спокойно можно демонстрировать пропорции. Все эти человеческие там вот под шеей сохраняются. Рук иногда только нет. Ну, руки, зачем руки? Можно демонстрировать одежду на этих манекенах, но при этом выглядят они все-таки скорее куда-то в сторону искусства, в сторону идеала, да, вот этой скульптуры, где со времен аж греческой все-таки пытаются показать какой-то идеал. Вот для Эд Цуваки это такая лебединая шея и, ну, невероятные глаза. А вот эти куколки, они на самом деле не похожи даже на кукол. Это коллекция 2021 года Вальтера Ван Бериндонка. И использовать кукол была такая необходимость. 21 год, ковид, и дизайнеры ищут выход, как им показывать то, что они создали. Они не могут проводить показы и придумывают, что можно показать свою коллекцию вот таким старинным способом на куклах. Вся одежда, та, которая была отшита для живых людей, отшивается. Все в точности абсолютно повторяется. Вся одежда отшивается здесь, в Ван Ферпене. Изготавливаются куклы. А вот, например, обувь делается на 3D принтере, причем делается в Японии. Это такая вообще международная коллаборация, чтобы создать всю эту коллекцию, вот представить ее на куклах. Ну и видно, что даже на некоторых вот здесь куклах есть маски, которые закрывают все лицо. И явно это не только потому, что это тенденция, а это и потому, что коронавирус. Кто знал, что вспоминать о нем мы практически уже и не будем в 23-м году.